Председатель Пушкинского общества Самары Владимир Смирнов день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича отмечает с не меньшим удовольствием, чем свой собственный. Он всю жизнь влюблен в творчество поэта. А в этом году праздник двойной. 6 июня исполняется 223 года со дня рождения Пушкина и 35 лет со дня создания Пушкинского общества Самары. В память о поэте Владимир Михайлович даже приобрел в антикварном магазине вот эту трость. У Пушкина была особая трость, особо тяжелая трость, потому что он постоянно с ней ходил, чтобы тренировать руку для будущих дуэлей. А дуэлей-то было больше 20. Вот, к сожалению, только последняя дуэль так трагически завершилась. Но вот традиция пушкинской трости, ну вот она перешла и к нам. 6 июня в 5 часов вечера в сквере, носящем имя великого поэта, возле театра драмы для самарцев развернется праздничная программа, подготовленная Пушкинским обществом, Институтом культуры и Департаментом культуры Администрации Самары. Я думаю, что ценители слова Пушкина в полной мере могут насладиться. В этот раз мы Пушкина читаем, мы Пушкина играем, мы Пушкина поем и даже Пушкина рисуем. Поэтому здесь вот на пленэре у нас будут художники, которые по мотивам произведения Александра Сергеевича на тему творчества Александра Сергеевича будут творить на протяжении всего нашего праздника. Перед гостями праздника выступят артисты Самарской филармонии. Они исполняют литературно-музыкальную композицию по романсам на стихи Пушкина. Актеры самарских театров прочтут отрывки из произведения Александра Сергеевича. Прозвучат фрагменты произведений «Полтава», «Сказка о царе Салтане», «Цыганы», «Бахчисарайский фонтан». Будут читать и Пушкина, и, конечно, много своих. У нас много пушкинистов, которые посвящают Пушкину свои стихи. У нас вот прямо специально в книге есть глава посвящения Александру Сергеевичу Пушкину. То есть, оду Пушкина до сих пор продолжает эстафеты уже самодеятельных поэтов. И нам это приятно, что в Самаре вот такое движение очень активное, очень азартное. Кроме того, в сквере имени Пушкина пройдут мастер-классы. Поклонников творчества научат танцевать вальс, изготавливают цилиндры – любимый головной убор поэта. В сквере будут организованы тематические фотозоны. Пройдут викторины на тему произведений автора. Всё это будет сопровождаться игрой муниципального духового оркестра под руководством Марка Когана. Прозвучат сочинения Михаила Глинки, Николая Римского-Корсакова, Петра Чайковского и Георгия Сверидова. Виктория Шарой, Константин Головин. События.